Глава города привык не верить на слова, а проверять личную эффективность любого новшества для сочинцев. Оплатить проезд в автобусе бесконтактной банковской картой Анатолий Пахомов сумел с первого раза. А значит, проблем не должно возникнуть и у остальных жителей. Легким движением 22 рубля списываются со счета, а водитель вручает билет. Система не только удобна, но и эффективна. А теперь и пассажирам не нужно мелочь считать, и деньги точно дойдут до городской казны. Это действительно новые технологии, это комфортность, удобство. С другой стороны, это контроль, потому что мы сегодня без этого не можем. Потому что мы видим, что вроде бы демократизация всех процессов идет, но не всегда сознательность так же быстро растет. Поэтому технологии новые будут помогать. Реализацию проекта безналичного расчета поддержал Сбербанк. Уже в сотне автобусов курорта установлены валидаторы. Через три месяца такие же установки должны появиться и в каждой маршрутке. Нет отрывания билетов. Приложил карту, выбил. Человек сам даже может оторвать билет и пройти в салон. Все внимание теперь на дорогу, на пассажиров. Только открыть, закрыть двери, чтобы никого не прижать, не упустить. На примере других городов, где система уже подтвердила свою востребованность, можно рассчитывать и на успех безналичного обелечивания среди сочинских пассажиров. Мы обслуживаем порядка больше 60% рынка эмиссии банковских карт. Поэтому, если предположить, что в этом регионе живет порядка 20 миллионов человек, то более 10 или более 12 миллионов – это тот потенциальный клиент, который может пользоваться транспортной инфраструктурой бесконтактной оплаты карты. Удобно, надежно и безопасно. Технические возможности теперь уже в социальной жизни сочинцев. Конечно, плюсы нововведений станут приятным сюрпризом и для гостей курорта, которых в Сочи привык удивлять.